Мир в 2026 году посвящается 198-летию Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара от ученика 47-го класса школы жизни Кузнецова Максима Александровича 29 октября 2014 года. Как известно, есть такой научный, как всё научное, метод предсказания будущего, метод экстраполяции. По нему, чтобы предсказать, что будет через 12 лет в 2026 году, надо сначала заглянуть на 12 лет назад и выстроить некую тенденцию. Так вот, сравнив 2002 год и 2014, я пришёл к неутешительному выводу, что ничего особенно прорывного за это время не произошло. Ну, Гриша Перельман доказал теорему Пуанкаре. От которой нормальному человеку, вообще-то, ни тепло, ни холодно. А больше, собственно, и ничего. Этого ли мы ждали от будущего? А уж если выстраивать с 2002 года тенденцию, то она и вовсе будет выглядеть явно негативной. Нас же учили. В будущее надо всегда смотреть с оптимизмом. Поэтому я лучше буду основываться на том, бесспорном утверждении, что в истории отрицательные и положительные векторы развития постоянно сменяют друг друга. Если не везде, то достоверно в Дании. Не надо писать антиутопии, сказала мне как-то раз. Мы, Владивостокский друг, поэт Андрей Холера. Они имеют дурацкое свойство сбываться. Правильно, напишем фантастику. И с нас взятки-гладки. В конце концов, мы сами вольны выбирать жанр. Дума нам этого пока еще не запретила. Итак, в 2026 году человечество открыло новый дешевый способ получения энергии. Достоверный всем. Такой дешевый, что это полностью опустило себестоимость и сделало цены на все попросту бессмысленными. В то же время люди пришли к выводу, что обслуживание движения денежной массы обходится человечеству гораздо дороже, собственно, самих денег. Нобелевскую премию по экономике за это открытие получили китайские ученые под руководством Хуй Ли Вэй. Выяснилось, что колоссальные людские ресурсы гораздо эффективнее и выгоднее тратить не на бесконечные, а еще более бессмысленные, чем теория Понкаре, банковские операции, а с реальной пользой для всего человечества. Поэтому в 2026 году деньги отменены. Границ нет. И религий тоже нет. Как завещал нам великий Лен. Леннон. Джон Леннон. Люди живут при реальном коммунизме, который никто не строил. Человечество в своем развитии само пришло к нему совершенно естественным путем. Северокорейские ученые во главе с Ким Ким Кимом открыли новый религиозный способ перемещения человека в пространстве при помощи индивидуального источника энергии, который в 2026 году есть у всех и заменяет собой паспорт. Метод этот основан на обмене энергиями во сне двух людей, одному из которых нужно попасть из точки А в точку Б, а другому, наоборот, из точки Б в точку А. И действует этот метод на любые расстояния. Это дало новый толчок освоению и развитию космоса, куда стали посылать небольшие отряды пионеров, чтобы они основывали на различных планетах колонии и поселения, из которыми в последующем стали меняться местами и таким образом отправлять космические экспедиции все дальше и дальше за пределы Солнечной системы. Были найдены многие инопланетные цивилизации, но выяснилось, что таким способом перемещения в пространстве обладают, к сожалению, лишь гуманоиды и лишь индивидуально. Все это никак не касается одной отдельно взятой страны мира, которая в 2016 году по собственной воле оградилась от всего остального человечества, накрыв себя прозрачным куполом. Поначалу мир пытался наблюдать за тем, что происходит под куполом, но потом он изнутри покрылся таким слоем копоти, что наблюдать стало больше невозможно. И купол этот стали называть медным тазом. The Copper Basin. Из-за большого, по мнению ученых, присутствия медного купороса и солей тяжелых металлов в атмосфере под куполом. Поэтому то, что происходит под тазом в 2026 году, узнают только по рассказам перебежчиков, которым иногда удается сбежать оттуда по-бышему, ныне никому не нужному, а, по бывшим, ныне никому не нужным, запрошенным нефтью и газопроводом. По их рассказам вырисовывается такая картина. В 2017 году под куполом победила революция во главе с Владимиром Путиным. Магнитогорский металлургический комбинат имени Путина перепрофилирован целиком на выпуск медных духовных скреп, которые людям забивают прямо в голове. В начале 2024 года Путин умирает. Страна скорбит и обливается купоросовыми слезами. Тем не менее, на экстренных выборах неожиданно и ко всеобщей радости и ликованию снова побеждает Владимир Путин. Делать нечего. Выбор народа свят. И православная церковь восстанавливает прямую вертикаль за гробным миром. Оттуда Путин и продолжает управлять страной. Во всех бедах и несчастьях он продолжает обвинять Америку. Даже не подозреваешь никакой Америки уже давным-давно нету. И все люди живут счастливо в одном большом мире, за исключением, разумеется, одной отдельно взятой страны. По скрипам. В 2026 году в Дании с помпой отмечается 210-летие Альфонса Романовича Варгасда Бедемара. И два. Достоверные сведения о том, стал ли Спартак чемпионом до 2026 года, из-за медного таза до нас не дошли. 29 октября 2014 года я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok